Но вообще, в принципе, эндоскопия может предложить на сегодняшний день для лечения варикозных вермящих вод и желудок. Итак, сейчас слышно? Да. Ну хорошо, итак, еще раз уважаемые коллеги, дорогие друзья, здравствуйте. И несмотря на то, что я не являюсь сильно военным врачом, все-таки вот эта боевая задача, форматериальную часть, досталась именно мне. И было достаточно интересно, и получил удовольствие при подготовке данного доклада. Что касается вообще эндоскопических методов лечения варикозных вермящих вод и желудка, то мы здесь имеем определенный спектр. Это, прежде всего, самый популярный метод – это кондилизирование вермящих вод и желудка, представленное различными модальностями. Эндоскопическое склерозирование как монометод практически не применяется сейчас и, скажем так, не является приоритетным в нашем опыте. Существует достаточно широкий и интересный спектр инвазивных методик при помощи эндосонографии и дополнительные методы, которые описаны, которые могут останавливать кровотечение как варикозного, так и не варикозного кинеза. И существует ряд комбинированных вмешательств. Вообще, что касается материальной части, то это военный термин, который характеризует технические особенности вооружения и снаряжения, доступные в военной части. Поэтому мы как раз и будем сегодня говорить про технические аспекты тех устройств и механизмов, которые применяются в эндоскопии. И немножечко поговорим про принципы их действия. Собственно, матчасти или hardware, как это принято у специалистов в сфере IT, связанных с компьютерами, у нас включается определенный спектр технический. И он включает не только эндоскопические видеосистемы, которые мы используем, но это также сопутствующие оборудования, такие как, например, исправный макон-инспиратор. Я не буду про него рассказывать долго, но если он не создает нужного давления в 100 кП, то ни о каком эндоскопическом регировании речь вообще не может идти. Если у вас отсоски неисправлены, то кроме осложнения ничего не получите. Само собой, естественно, системы регирования, системы интровазальных вмешательств, которые доступны как в эндоскопическом, неэндоскопическом проявлении, различные стенды и другие средства гемостаза. Я отдельно хочу обратить внимание на то, что пациент с портальным кровотечением или с риском портального кровотечения, это пациент, который требует анестезиологического обеспечения на операции или вмешательстве. Поэтому, если отсутствует материально-техническая база для воздревенного или интимационного наркоза, то у нас есть очень много рисков получить осложнения, такие как аспирация, например, или просто невозможность выполнить геноскопический гемостаз. Поэтому анестезиологи должны активно привлекаться к этой работе, и у нас предусмотрена все. Дыхательная аппаратура, дефибриллятор, подача газа, то есть все это должно помогать лечить данную группу пациентов. По поводу диагностики, я думаю, что все понятно, не будем сильно заотрять этот вопрос. Многие авторы указывают на то, что эндоскопия в белом свете – это абсолютно идеальный и достаточный вариант для диагностики варикозных вен, пищевода, по крайней мере, в желудке все несколько осложнений, оно, конечно, требуется иногда дополнительных методов, можно включать любые ультразвуковые модальности, лучевая диагностика в виде КТ или магиторезонанская томография тоже могут помогать. Но эти студенты, в принципе, на УЗИ видны. Мы можем их измерить, можем их классифицировать, можем найти перфорантные сосуды, и таким образом лоцировать те участки, где нам нужно дополнительно лингировать или склерозировать участки вен. В желудке складки свода, как правило, иногда могут имитировать вены. Если у доктора эндоскопический опыт небольшой или по каким-то другим причинам вены не видны, то ультразвуковая диагностика также может помочь. Здесь показано радиальное сканирование, в принципе, комплексное тоже вполне себе допустимо, оно же может в лечении участвовать. То, что касается дополнительных методов диагностики, как я уже говорил, существует такое понятие, как компьютерная томография, спортография. Они называются достаточно сложными, они связаны с различными модальностями, возможно, с введением контрастных веществ или без введения контрастных веществ. Еще интересным, с моей точки зрения, при студированной литературе показалось, что в медре печени не потому что фиброскан, не потому что он раскрученный, а потому что плотность печени свыше 20 кгт в сочетании с количеством термбаций, то в меньше 150 тысяч, подразумевает то, что у пациента фактически с 97% вероятностью есть варикозные ремы. То есть, если у нас один из этих критериев не совпадает, то этот пациент может быть исключен из эндоскопической диагностики, и скрининга, то есть таким образом мы можем просто избежать эндоскопии у пациентов, в которой минимальный лист развития варикозных вен как таковых. Итак, система, которую можно использовать для лечения. Эта система для легирования, наверное, самая надежная, одна из первых внедренных, это была система Олипос с эллигаторами пластиковыми. Используются дистальные колпачки прямой или сквошенные, прямой удобнее использовать в желудке, сквошенную можно использовать и в пищеводе, и в желудке по ситуации. Таким образом, для обеспечения оптимального доступа можно выбрать то, что хочется. Само эллигирующее устройство представлено на текущий момент. Это многоразовый эллигатор с одноразными петлями. Сейчас есть проблема, что в стране многоразовые инструменты, они просто будут представлены в меньшей степени или не представлены вообще, так что возможно, что будут одноразовые эллигирующие устройства в сборе плодоваз. Я очень надеюсь, что эта методика останется у нас в стране. Но так или иначе, если говорить о матчасти, то есть определенные элементы базовой узлы данного устройства. Это, собственно, непосредственно эллигатор с крючком для захвата эллигатора, интродюсер, который нужен для того, чтобы эллигатору заправить в инструментальный канал эндоскопа, ну и, собственно, кассета с эллигаторией. Вы видите этапы, как мы собираем эллигатор. После того, как эллигатор фиксирована на крючке, мы подтягиваем тубус эллигатора в дистальном направлении, чтобы собрать его в кучку, и можно было через инструментальный клапан его спокойно провести вот таким вот образом. После чего мы, разгерметизировав инструментальный клапан интродюсера, мы должны вытащить его обратно к ручке эллигатора, иначе у нас просто не создастся варку, мы не сможем тянуть узел в клапачок. Это очень важный момент, по неопытности можно забывать и просто неэффективно работать на аспираторе и не получить узел, всосванный в клапачок. Ну и, собственно, вот так вот выглядят эллигаторы, заправленные в борозду на эллигаторе, в прямом и в скошенном клапачке. В скошенном есть одна техническая особенность, там есть вырезка, специальная борозда, которую нужно ориентировать напротив инструментального канала. Это оптимально для того, чтобы пользоваться дополнительными инструментами. И существует система с кольцами, резиновыми, латексами, и, скажем так, принцип действия у них, в общем-то, у всех шутеров сложен. Есть кольца, которые предзаряжены на пластиковом эллигаторе, и существует система доставки для того, чтобы монтировать устройство на эндоскопе. Сводится все к тому, что катушка монтируется на инструментальный канал, она просто фиксируется, и все. Дальше у нас есть порт, через который можно провести интродюсер. Если мембрана достаточно плотная, то есть специальный адаптер, который можно использовать как для введения различных дополнительных инструментов, так и для перфорации данной мембраны. Как видите, крючок интродюсера захватывает нить, которая присоединена к колпачку с заряженными эллигаторами, после чего подтягивали его обратно, мы монтируем на дистальный край эндоскопа эллигатора и ориентируем его так, чтобы нити эллигатора не перекрывали нам видеокамеру, и мы могли получить хороший обзор. Собственно, если сравнивать эти две системы, то существует определенная тенденция. Кольца или шутеры, они, кстати, гораздо проще в использовании, они гораздо быстрее и эффективнее в пищеводе. Однако сила затяжения резинового кольца, она существенно меньше, чем у эллигаторы, потенциальная возможность, у пластиковая. Поэтому, конечно же, в желудке, где у нас есть особенности в виде очень подвижной слизистой оболочки, ее более высокой толщины, более глубоким залеганием вен, конечно же, использовать эллигаторы рекомендуется в желудке, а кольца не рекомендуется там использовать. Собственно говоря, ограничение метода еще сводится к тому, что кольца достаточно проблематично реализовывать. Если у нас это было много сеансов регирования, есть какой-то рубцовый процесс, потому что рубцовая слизистая не будет так хорошо затягиваться. Стенд Даниша. Это очень интересная система, которая позволяет добиться гемостаза здесь и сейчас. Изначально он позиционируется как устройство, которое можно поставить в машине скорой помощи или где-нибудь посреди военных действий, но вслепую. Если честно, у нас есть опыт десятка установлений таких стендов. Если честно, без эндоскопического контроля его устанавливать достаточно опасно, с моей точки зрения, потому что это будет достаточно регибная система и провести ее безболезненно в пищевод у пациента, который находится еще в сознании, достаточно проблематично. Поэтому, во-первых, с первым пунктом я не имею опыта установки без использования эндоскопа, однако он прекрасно сохраняет возможность питать пациента, он осуществляет гемостаз, может устанавливаться в среднем до 14 дней. По данным литературе больше, чем 6 суток, никто его не использовал в среднем. Да, в общем-то, и срок кровотечения 12 часа не изменяется, поэтому здесь у нас все больно. Техническая эффективность по данным литературе составляет до 95%. Гемостаз достигается в большом количестве случаев, и ранние рецидивы наблюдаются, опять же, достаточно часто. И плюс существует широкая группа пациентов от четверти до трети, которые входят в статистику смертности на этапе стентирования, то есть в течение тех же самых 5-6 дней. А выживаемость в течение 30 дней в среднем по данной литературе, которая доступна составляющая 8%. Вот методика установления данного стенда. Мы проводим этот стенд в желудок, мы предпочитаем делать это по проводнику, потом раскрывается баллон, который фиксируется в последующем в кардии, и выполняет якорную функцию, чтобы мы знали на каком уровне раскрывать этот стенд, после чего осуществляется обыкновенный сетап или дипой, раскрытие стенда, и при контроле получается, что он как раз пережимает у нас все вены, которые у нас с циклующей в желудочной группе, первого и второго типа, и кровотечения во многом останавливаются. Аргон-плазменный коагулец очень интересный метод, существует некоторое количество работ, которые описывают ее эффективность, однако, учитывая то, что глубина проникновения аргона никогда не превышает 3 мм, и вообще-то бесконтактный метод, который имеет преимущество в том, что он не налипает на уничтожаемую ткань и позволяет на глубине 3 мм вызвать ее уничтожение. Собственно говоря, большинство авторов рассматривают это как метод дополняющий склерозирование и релегирование, когда нужно добрать какие-то отдельные опасные вены и таким образом повысить эффективность первичной или вторичной профилактики кровотечения. Однако, как монометод он не используется и, в общем-то, как стандарт тоже не применяется, несмотря на его безопасность именно вот в этой группе пациентов. Дальше. Эндезонографические методики, в общем-то, это та сказка, которая у нас все никак не становится былью. Существует такое понятие, как внутрисосудистые спирали, которые используются в сосудистой хирургии. Они существуют двух типов, типа Нестер и типа Торнадо, на изображении представлены. И, конечно же, идея заключается в том, что в варикозно расширенной вены, желудка или парагастральной устанавливаются данные спирали при помощи эндезонографии. Доступ обычно осуществляется через дистальное тело пищевода. И существует методика из двух этапов. По данной литературе это наиболее эффективный вариант, когда используется спираль, а потом используется оциально-крилатный клей в оптимальном соотношении с липиадоном для того, чтобы обеспечить скальжение и стабилизировать варикс. Методика описана примерно таким образом. Мы находим варикс, проверяем наличие кровотока. Игла используется 19 гейдж, потому что иначе клей просто не пройдет туда. И плюс спираль тоже устанавливается таким же самым образом при помощи стилета, который в норме в каждой игле для тонкой игольной функции в УЗИ используется. Но и, конечно же, не следует забывать, что клей это очень вязкая и потенциально опасная для эндоскопа субстанция. Поэтому, во-первых, мы должны обтурировать пропол слизистой оболочки для того, чтобы клей сначала схватился в течение 20 секунд в сосуде и потом, не извлекая инструмент по инструментальному каналу, вы извлечите всю систему эндоскопа. Игла для того, чтобы не повредить канал, потому что если он сликнется, ничего уже сделать не получится. И существует ограниченное количество публикаций, посвященных эндосонографическим методикам и портой системному шунтированию ТИПС. Написано, что это возможно. В экспериментальных моделях это было сделано. И есть один случай применения это на человеческой практике, однако из выводов, наверное, самое главное то, что если это возможно, то это не значит, что это нужно. Потому что методика сложная, методика сомнительная, перспективная. И ее развитие, в общем-то, допускается. Но изучение безопасности и целесообразности еще остается большим вопросом. В 2017 году статья вышла, и с тех пор никаких новых данных по этому поводу мне найти не удалось. И в качестве примера дополнительных методов гемостаза хочу показать видеофрагмент, который, в общем-то, уже демонстрировался на сессиях по квартальным кровотечениям. Пациент с child QC 35 лет, обладатель всех видов гепатитов, вирусной этиологии, которые поступают на состояние child QC, тяжелые первопотери. И все виды гемостаза, которые мы применяли он-сайт, они не сработали. Лигирование источник кровотечения пластиковой петлей, который подразумевался как самый эффективный, вызвало разрыв стезистой оболочки со всех остальных сторон. Повторное легирование не получилось. Клипса, которая должна была задержать кровоток, схлопнув вену, также просто прорезает как стезистую оболочку, так и вену. И некоторые попытки были предприняты, но не получилось. Склерозирование, как вариант, который позволяет гидростатически задавить сосуды и осуществить гемостаз. Путем сворачивания так же не особо помог нам в данном случае. Это как раз про эффективность лечения пациентов в категории Child QC и эффективность всех видов гемостаза, которые имеют очень высокую эффективность по данному анализу системных. И мы решили закончить установкой стента дальше. Вы видите, что мы устанавливаем проводник, который позволяет в последующем нам осуществить непосредственно установку стента. И вот так вот выглядит у нас непосредственно установка. Надо сказать, что стенд дальше действительно сработал, и кровотечение у человека остановилось. Однако он вошел как раз в ту самую статистику смертности в течение первых шести суток в связи с выраженной развившейся полиорганной недостаточности на фоне кровопотеи и компенсации функции печени. Поэтому, присоединяясь к всем докладчикам, которые уже выступили, я хочу сказать, что действительно функция печени и выраженность патриотальной гипертензии во многом определяют прогноз пациента. И это был как раз тот случай, когда мы пошли на войну вообще не вовремя. Итак, в заключение я хочу сказать, что знание строения и принципа работы наших устройств безусловно оказывает положительное влияние на применение этих устройств. Поэтому к освоению в отчасти я всех, естественно, призываю. И могу сказать, что методик много. Их можно использовать, развивать и учитывать. Спасибо, у меня все. Александр Андреевич, спасибо большое. Но все-таки самый частый метод самый полезный, который вы используете в своей практике. Какой метод? Я учил, честно, регирование я использую, если честно. И действительно, сейчас шутеров стало намного больше, и их массовая доля в нашей практике существенно выросла. Хотя долгое время мы придерживались именно регирования пластиковые региаторами, как наиболее универсальные методы. Но, естественно, наличие большого количества пациентов и необходимости обученных ассистентах, оно несколько лимитирует применение. Поэтому сейчас все доступные методы регирования, в общем-то, это хорошо. Короткий ответ на этот вопрос. Легирование? Да. И вот сейчас давайте все-таки перейдем...